Намаси Ты что делаешь? Убиваю Твой Субтитры делал DimaTorzok Вернулся в цветущий сад Белый сад, он по-моему называется И завершил все, что там У нас было не закончено А в основном там были одни Выпросительные знаки на карте и всякие точки Под названием убей бандитов Медведев, волков и Типа того, то есть никаких квестов там не было Вот я сейчас вам покажу, что у меня Все локация завершена, то есть как вы видите Все, ни одного Выпросительного знака здесь уже нет Поэтому я это все сделал В обход записи, потому что это не ошибка Было интересно и тем не менее Единственное сразу, что я хочу сказать Я пособирал все очки умения на Тотемах, которые нам там предоставлялись Так что я тут раскидал их на знаки Вот, и что мне больше всего Нравится, так это то, что я сковал Клинки Клинки, видмачьи клинки Школы Змеи Вот, видите, соответственно, стальной меч Школы Змеи Он очень клевый по сравнению с тем, что было Серебряный меч Школы Змеи Вот, и вот эти вот доспехи Военную кожаную куртку То есть ее у меня прям Действительно очень сильно Значительно Лучше стал атаковать Гераль Я по-прежнему третий уровень То есть четвертый я не набирал Так что все в порядке Давайте сейчас глянем на карту Мы там в конце прошлой серии Набрали целый вагон заданий Тут вообще страшно взглянуть Даже не знаю, куда идти Вот Но сейчас что-нибудь, да где-нибудь Будем смотреть Так, вообще у меня главное задание Конечно же, встретиться с этим Как же его звали-то? Который, собственно говоря, наемник Который должен был собирать информацию Про цель Давайте сейчас, наверное, этим сначала займемся Посмотрим А оттуда уже будем отталкиваться Куда идти Потому что здесь уже целая куча Мест, куда надо пойти Куда-то платва вставила Собак побежала Вон она там Платва, иди сюда Платва Понятно Хорошо, не будем мешать Похоже, они сами совсем прекрасно справляются Мы сейчас немножко отбежим подальше Вот И здесь уже платву призовем И пойдем дальше Вот Здесь В этом городке В этом Несчастном городке Было бы неплохо Куда-нибудь зайти У вас в руках такое ремесло Что нынче голодать не будет Вот Было бы неплохо Зайти в какую-нибудь таверну Прикупить еды У меня ее не так много осталось А она как бы очень сильно нужна Так, ну где моя платва-то Где она? Где-то туда Пять день в столе В чужом Люди говорят о полнолунии И они запираются в этот момент Что-то мне начинает подсказывать Что здесь мы встретим Оборотней Ну, как правило В полнолунии Чего бы еще людям Запираться и гвозди в дверь забивать Как нам уже сказали Город очень печальный Ну, скажем так Очень многострадальный Что такое Шевелись пока Так, может с ней можно поговорить Отвали Не видишь Жрец молится Не прогоняй У каждого есть право Припасть к источнику Милости Вечного Огня Ведьмак Приблизься Ну что же В чем дело Возрадуйся Ибо даже столь низкое По природе И сословию Создание Как ты Может послужить Славе Вечного Огня Нужно сжечь Останки Павших На поле битвы Они гниют В общих могилах Или же их Оскверняют Трупоеды Так не годится Это будет Мое доброе дело На сегодня Это доброе дело Будет щедро вознаграждено Я знаю Что такие как ты Не работают даром Ну что же Давай займемся Я этим займусь Тебе зачтется Чем больше Добрых дел Тем Это Ну Да Замечательно Вот тебе Освещенное масло Польешь как следует И подожжешь Ясно Пламя должно Взвиться До самого неба Во славу Вечного Огня И все такое Где мне тебя искать Когда я сожгу тела Я буду у моста На Новиград Погребальные костры Ну вот Уже по дороге Взяли задание Вообще замечательно Правда Этот жрец Просто Обосрал меня Как только мог Ниже просто Плинтуса Даже Самые низшие По сословию Создания Как ты Говорит Можно думать Вы тут Вот что там происходит Ну что паскуда О Собака дичавшая Ну ну Эй эй Че в дело Я не знаю Почему у меня ведьма Че то отказался Что либо делать И просто Пешком шел Там какая то лошадь Просто вон Убитая От нее кто то убегал Надо посмотреть Тут явно Что то не чисто Фу Теперь освещенное масло Ну надеюсь Загорится Че там такое происходит Гнильцы Кто это такие Собачье масло Да что тут вообще Дерена вошь Вообще происходит Трупы Сами взрываются Так Ладно Так О господи Собачья Ведьма Чуть Чуть ее Сейчас применим Сказали Что нужно Применить А во Теперь Игни Так Игни Где у нас Игни Игни Вот он Давайте отойдем Чтоб самому не пыхнуть Он у меня уже был такой Ну нормально Так Давайте обратно Сразу переставим На квен Потому что Это самый Часто включаемый Знак Который я использую Ну он Мне кажется Самый полезный Особенно На высокой сложности Пару ударов Если пропустишь То Ничего страшного Повсюду Висельники Конечно Вообще Не круто На помощь О Кто-то есть Так Ладно Слезаем На лошади Мы так Ничего такого Не сделаем Цыц Лягушки Ой-ой Ты что Ты будешь делать А? Есть Разрежи меня Сейчас же Новые Набегут Если Набегут Я ими Займусь А сейчас Давай-ка Поговорим Я предпочитаю Знать Кого Развязываю Ян Вердун Служил В 10-й Мориборской Что-то Ты отстал От своей Армии Моей Армии Больше Нет Нильфы Ее Разбили Но я Далдеру В лес Не дожидаясь Этого Пристал К группе Беженцев При Исполненных Сука Патриотизм Едва Они узнали Что я бросил Темерию В беде Связали Меня Когтюк И оставили Напоживо Утопцем Ну давайте Развяжем Я знаю Что опять Творим Какое-то Какое-то Злое Что она Кажется Может быть Злым Я тебе Помогу Спасибо Я уж думал Ты меня тут Оставишь На верную Смерть Хотел бы Я тебя Как-нибудь Отблагодарить Но у меня Даже Ломаный Крон Нет Что делать Такие Мои Убытки Спасибо Ведьмак Пусть Тебе Повезет Да Реально Чувствую Что у меня Это еще Аукнется Так Давайте Что-ли Бутерброд Сидим Какой-нибудь Во Так Тут Можно Взять Надо Кстати Потом Алхимией Заняться У меня Там Куча Всего Есть По крайней Мере Какие-то Зелья Я уже Могу Сделать Если Увидим Какого-нибудь Травника Тоже Обязательно У него Надо Будет Отовариться Надо Я понял Что Надо Бы Запасаться Всякими Зельями Против Призраков Там Ведьм Может Оборотней Не знаю Вон Утопцы Рыщут Тела Какие-то Я уж Не знаю Что это За тела Против Заданий Сюда Нету Но Давайте Наверное Все-таки Посмотрим Вдруг Что Интересное Вдруг Что Полезное Только Не Огрести Бо Они Утопцы Они Такие Твари Я На самом деле Так Не Люблю Так Ладно Идите Сюда Серебряный Меч Против Квас Какого Тут Уровня Четвертый Ну Ладно Четвертый Еще Ничего Тихо Спокойно Нормально Прыгай Так О Следующий Удар Будет В мою Сторону Тихо 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 Спокойно Тихо Тихо Нормально Квен Вот почему я так люблю этот знак Чудовище Когуть Чудовище Ну Травку Как же Без нее Так Ну что Давайте сначала Сейчас Чутьем Посмотрим Ничего Такого Не вижу Трубка Пустая Бутылка Травы Да нет Похоже Здесь просто Были утопцы И Вот эти Вот несчастные Которые Стали у них На пути Ладно Пошли опять К Латве Мы все таки Сегодня доберемся До того Задания Вот Так Погнали Навигатор Мне показывает Сейчас что идем направо Вот Вроде бы как Тут должно Недалеко быть Уже Давайте немножко Ускоримся Вот И тут надо быть Уже аккуратным Торопиться не будем Отдохни Так Клотва Побудь тут Они так боятся Что Громко Хрюкает Свинья Что ли Так Нам собственно Говоря Нужно в эту таберну Там найти Нужного Человека Но давайте Сначала Заглянем сюда Возьмем все задания Само собой Новое задание Пропавший брат Вообще Заданий новых Целой кучи Это потом Будем потихонечку Смотреть Почему Не бугарский Связной Не-не-не-не Убери мечи Налей еще Старая Хватит тебе Чтобы мне баба водки залила Я и говорю А вам чего? Кто сейчас правит на этих землях? Так барон Он чей-то мерзкий Или нельфгардский Свой собственный Война идет У кого силы и люди Тот землю и берет А что это вы все расспрашиваете? Легенды Нет Нечего с ним разговаривать Потом хлопот не оберешься Че-то мне кажется Дурь-то не меня Домой пора Вот напьюсь Тогда и пойдем Лукашня Так ладно Давайте с барменом поговорим Харчмарь Я еще одного человека Зовется Гендриком На коем тебе? Дело есть Дело? Дай Дай бутыльжанки Чекай отсюда Я черный вход открою Гости приехали. Что за люди? Корчмарь! Боки! Это кто? Храбрый, видать, вояка. Два меча навесил? Ты, седой, на что тебе два меча? А в штанах он два хера держит. Ты, сука, глухой? Скажешь, кто ты такой есть? Или тебе язык ножом развязать? Ведьмак. Спрашиваешь, зачем мне два меча? Один для чудовищ, другой для людей. Член у меня один. Не трожь его. На него глядеть-то нельзя. Он похуже прокаженных будет. Видал я одного такого. Полдюжина людей порубил, кровь повсюду, а сам и не почесался. От него трупами смердит. Если желаете отдохнуть на моем постоялом дворе, Милтарь, пожалуйте за мной. Покажу вам лапу. Ну, слава богу. Хоть обошлись на этот раз без мордобоя. Вхожу в халупу, а там мужик стоит с сыном. Вот ладный хлопчик думаем. А дочь куда узнал быть спрятан? Всегда. Спасибо, Милтарь, что не стали затевать свары с этими поганцами. Я ни в свои дела не лезу. Желаете, Милтарь, остановиться в моей корчне? Нет. Ага. Мне надо только узнать, где Генрик. Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригорком. Утру зарево там полотало. Может, им перц напали. Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда. Не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забил. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся и тут же пропадает. Спасибо, Корчмарь. Так, Корчмарь, мне бы как бы... У тебя надо бы еды закупиться и продать тебе того, что лишнее. Потому что мы же играем на... На сложности боли и страдания. Вот. А здесь просто так подлечиться не получится при простой медитации. Только нужно едой. Так, ну, он у нас... Так, давайте посмотрим, что у него есть. Да, из еды-то у него немного. Наливка. Градиенты различные. Спирт. Вроде Корчмарь, а у него ничего нет, кто пожрать. Я уж думал, здесь у него хоть может что-нибудь закупиться будет. Так, здесь у него можно что-то продать. Давайте попробуем это сделать. Трубка. Вот ключ, думаю, наверное, пригодится. Фиал мне нужен. Тупой топор. Шкуры продадим. Деньги, кстати, тоже только в раз улетают. Это вообще... Бритву тоже продадим. Хорошо. Ладно, для начала, в принципе, пойдет. Имеется в виду распродажи. Еды-то мы так и не жали. Так, давайте сейчас еще осмотрим, что здесь к чему. Ой, на. Может быть, еще можно с кем-то поговорить. Ведьмак, как вовремя. Я так понимаю, для меня есть работа? Да, насчет брата моего Миккеля. Он забрал баб из кузницы и повел их в горы. Нителю тому как. Баб из кузницы? Кузница. Богатая деревня была. Пока через нее войско не прошло. Хаты сожгли, кладовки объели, мужиков в рекруты забрали. Ну и остались бабы одни. Ни еды, ни крыши. К себе взять их никто не хотел. В новигра Триданцы их не пустили. Но так Миккель повел их старым шахтам. Там хоть от дождя можно укрыться. И теперь от них ни слуху, ни духу. Ну ладно, поищу твоего брата. Как его узнать? Да это не трудно. Он там на всю компанию единственный мужик. Иногда останки в таком состоянии, что трудно определить пол. Останки? Сплюньте. Самая большая дорогу перепутал. Ну а если что? Были на нем опорки из телячьей кожи. Забожник подошвы делал. Я ему говорил, не ходи в них в горы, попортишь только. А он ими так гордился. Этого должно хватить. Спасибо. Хорошо. И вот у нас пополняется квестами наш журнал. Итак, мне вообще нужно бы в деревню, чтобы найти, если еще он жив этот чертов, Генрик. Так, давайте напротив здесь займем, посмотрим, что там. Бандиты какие-то. Туда вроде только люди заходили мирно, а теперь там бандиты. Опа. И заперлись там, а? Да, тут совсем не к черту. Ничего не слышно. Так, ну что, давайте откроем карту, посмотрим, что к чему. Так. Задание-то везде вагон. Невгардский связной, в принципе, здесь недалеко. Я думаю, сейчас до него как раз пойдем. А потом начнем уже делать здесь задания все. Здесь еще доски с объявлениями висят повсюду. Реально повсюду. Их очень много. Так, а где моя платва? Опять в какой-нибудь столе там швы. А, вон она. А то, как только отвлекусь, она уже из тяжелого стоила еду ест. Ну-ка, отойди. Погнали. Сейчас добежим по-быстрому до той деревушки, а там уже будем разбираться. Задание уже ворох. Оп, не туда. Ихо-тихо. Ого. Чуть не навернулись. Нормально. Так, левее. Дорог как таковых нету, все размылы к чертям. Так что здесь мы идем просто про адапт. Так, и стоп-топ. Что это здесь такое? Какая-то заварушка. Я за любой кипишкой на гладовке. Больных живьем лезали. Есть. О, ты такого не простят. И утешение. Кому-то молятся. Вот день, как тьма великая настанет, обратно брата меч свой отможрит. Отец. Ничего, ни с кем не поговорить, просто, короче, кому-то молятся. Ну, это их, короче, право. Мешать мы в этом деле не будем. Хорошо. Так, поп-поп-поп. Что такое случилось? Блин, тут через каждые три метра трупы или сумасшедшие. Тихо. Я не хотел. Ребят, спокойно. Я, правда, не хотел. Я вообще хотел поговорить, я ничего не взял. Тихо. Тихо. Упокойно. Нормально. Блин, смотри, какие толстые. Я в броне. Оп, оглушили меня. Ну, ничего. А этот вообще в трусах. Ой. Ай, знак кончился. Нормально. Так, на ходу сейчас съедим бутерброд. Сейчас знак будет и опять нападем. Нормально. Блин, вот этот самый толстокожий. В броне еще какой-то. ой, блин, зря я спиртного выпил. Ой. Пьяный мастер. Пьяный мастер всех положит. Реально пьяным стал убивать, царика. Тихо. Наконец-то отсутствует сломал чертов. И последний остался. бандиты и стражники. Как вы, блядь, не научитесь. О, гераль, гераль-то ругаться начал. Да ты умрешь или как? О, наконец-то. Ну ладно, теперь будем обыскивать трупы, больше ничего не остается. Думал, реально можно поговорить, подошел, а нечаянно вообще нажал взять трупа. Ну, они этого не оценили. Ух ты ж, меч там какой-то был. Надо бы, кстати, распродаться, у меня уже там инвентарь уже забит. Сейчас найдем более-менее человека с деньгами и яблоко. Нормально. Блин, у меня из еды, вы посмотрите, одна выпивка, пиво только всякое. Очень забавно. Так, давайте посмотрим, что у меня здесь к чему. Ну да, место немножко заканчивается. Это все не очень, это тоже все не очень. Лошадь со шпорами меньше пугается. Да мне это как-то, в принципе, честно фиолетово. Так, освещенное масло. Куча ерунды, куча ерунды. Так, давайте, я говорю, что надо в алхимию взглянуть. У меня здесь есть вот зелье ласточка. Так, ну, говорили, вроде должен автоматически выполняться предмет. Гром так просто нельзя, кошки нет. Масло против турпоедов. Не сказать, что я с турпоедами вообще какие-либо проблемы у меня были. Но рецептами надо бы как бы обзавестись потом. Ладно, поехали. Так, дороги здесь прямой туда нету, так что просто побежим. А, во, дорожка какая-то была. Подержи. Так, что это за холуп какая-то? Там что-то лежит? Давайте заглянем. Так, а тут просто припасы. ремешки и это все пригодится. Нормально. Там у нас какие-то злыгни слева по борту. Я вот только не могу разглядеть вообще, кто это. Дезертиры. это зря. Ну ладно, блин, ну уровня ты, соля. Тихо, спокойно. Отбиваются прям, смотри, как-то. Следующий. ну иди сюда. Ого, встретились ударами и мне не кисло прошло. Хорош болтать, давай отбивайся, сейчас мы тебя прям забьем. ты один ничего уже не сделаешь. Ой, от него кусок отлетел. Неприятно. Так, где трупы-то? А, вон, на карте вижу. ничего не охраняли? Да нет, просто. А может быть, дали, пока кто-нибудь в дом зайдет. Так, ну что, мы почти пришли. Та самая деревня, из которой, как нам сказали, только что странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий подвиг. Это дымка. Блин, как же красиво, а? Офигенно просто. Реально просто офигенно выполнено. Все в тумане. Ого, псины? И мужик какой-то отбивается. Давайте поможем. Пошла отсюда. Поди прочь! Поди прочь! Не подходи! Прочь! Спокойно. Все уже кончилось. Ведьмача успокоительная. Вот. Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Кто забрал-то? Куда? Зачем? Солнце заходило, а отцвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. КОНЕЦ ДИКАЯ ОХОТА Не знаю, что там делось. Страшные должно быть вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. КОНЕЦ 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 ГЕРОЛЬТ ГЕРОЛЬТ КОНЕЦ 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 Так, ну что, нам нужно пойти заглянуть в хату. Генрик собирал информацию об Цири. Ээээ, насколько мы знаем, за Цири гналась дикая охота. Возможно, это она и почуяла, поэтому и пришла за Генриком. Но это лишь мои доводы. О, следы здесь. Вокруг следов лёд. Правда, что ли? Тела. Его пытали. Может, они что-то пропустили. Обыщу его штаны. Не гнуться, словно мокрые портки на морозе сушили. Может, он что-то спрятал в кафтане? Холодный, как лёд. Ничего здесь нет. Проверил башмакер. Засохшая кровь. Он спрятал в башмаке ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. При входе здесь я видел, что тут ковёр вот этот светился. Значит, наверняка здесь какой-то потайный вход. Сквозит. Похоже, под развалюха есть ещё помещение. Надо бы тут прибраться. О, так я и думал. Ну фига себе тут под такой маленькой. Под таким маленьким домиком тут целый склад. Пропала. Дочь кровавого барона Тамара Стенгер. Возможно, похищена богатое вознаграждение любому, кто найдёт или приведёт её. Это интересно. Так, тут можно осмотреть. Интересно. По тайной комнате ещё потайной сундук. Кроны. Так, смотрим, что ещё здесь есть интересного. Учётная книга, плата за мешок зерна, счёт за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то ещё. Заметки, спрятанные среди щитов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемые. Пьяный кабан. Ссора с ведьмой. Надо быть осторожнее. Разыскиваемые. Объект появился на Скеллиге. Также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы. Шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Это речь о цире. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее, в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вронице. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесник. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ветре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Это мы его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка это барон и какая-то ведьма. Зараза. Да уж, это единственная информация. Но лучше уж поздно, чем никогда. Так. Здесь... А, все, здесь больше ничего. Охота на беде. Кровавая барона. Итак, ну что, у нас в принципе пополнился у нас журнал заданиями. Давайте сюда отсюда выйдем и посмотрим, что будем делать дальше. Для начала взглянем на карту. Так. Рядом здесь в принципе ничего такого. Здесь есть быстрый переход. Это очень радует. Кровавый барон здесь. Давайте поделаем немножко дополнительные задания. Потому что у нас этих заданий уже накопился целый ворох. Основные задания. Требуется пятый и шестой уровень. Это немножко нам не по уровню. Так что нам в любом нужно дополнительные задания поделать. Так, ведьмачи заказы. Что у нас есть? Рекомендуемый уровень 33. Да уж... Это явно сейчас не для меня. Погребальные костры рекомендуем уровень 3 и Дикое сердце уровень 7. Хорошо, погребальные костры. Давайте вот это начнем отслеживать. Потому как наберем четвертый уровень и тогда будем уже смотреть, что делать дальше. Потому что играем на высокой сложности здесь не так просто. Хорошо, значит сейчас мы быстрым переходом обратно к дереву висельников и будем здесь уже разбираться. Заодно здесь есть интересные места. Доска объявлений. Ну, короче, будем там уже от того места плясать. Так, и по-прежнему мне некому продать мое брохло. Чувствую, надо будет куда-нибудь потом сгонять. Не знаю уж куда, но куда-нибудь. Ладно. Кстати, я же там сделал эликсир ласточкой. Его надо будет перенести на быстрое восстановление. Хотя на быстрые клавиши. Или как это еще назвать. Блин, целый ворох диких собак. Они тут на платформу нападали. Давайте огородами сейчас их побежим. Сейчас пойдем сожжем костры и потом выполним интересные. Здесь посмотрим вопросики вот эти все. Здесь вроде бы как недалеко. Ну, я что-то на лошадь не хочу садиться, потому что тут, по-моему, пешком можно было легко добежать. Кто там сзади? Какой-то всадник. Блин, или все-таки на лошадь добежать? Где еще? Вроде-то рядом все было-то. А, ну все, уже почти добежал. Хорошо. О, трупоеды. Ну, идите сюда. Спляшем. Идите сюда. Вообще, с ними никогда проблем не было. То есть они, как правило, слабого уровня. То есть сильных трупоедов я еще не видел. Они разве что толпой могут более-менее, чтобы по культурам не спину опять же. Тихо. Ну-ка. У меня серебряный меч сейчас прекрасно рубит всех чудовищ, так что никаких проблем мы не испытываем. Поливаем маслом. Теперь игни. Хорошо. Так, давайте взглянем на карту, где еще места есть. Все противоположные части. Так, ну здесь сейчас осмотрим неизвестные места. Два места осмотрим. Только уже, наверное, раз на платве побежим. Вот вам. Где-то сзади. Вот она. Замечательно. Что, погнали? Добежим сейчас быстро. Там, возможно, опять был трупоед или медведь, или еще что-нибудь. А может быть какое-нибудь задание по дороге отпасим? Кто его знает? Тихо. И это кто такие? Тихо, 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 тихо. Спокойно, 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 спокойно. тихо 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 ох честно пьяный мастер опять пьютием пьяного мастера эй ну ка отвалили от моей лошади твари то а эти явно поживее будут назад 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 блин тихо убили я просто в дерево уперся загрузить последнее сохранение я надеюсь я недалеко там где то нахожусь я надеюсь было какое то автоматическое сохранение после того как я сжег эти трупы потому что иначе придется прервать записи и опять снова по-быстрому сюда добежать блин еды по прежнему купить негде меня немножко это напрягает я у всех торговцев был то есть это может быть где то в замке пойти или там где купить не знаю пытаться только потом зельями все это дело себе лечить я конечно сделал уже себе один из одно умение что у меня регенерация здоровья днем идет такая неплохая но опять же просто придется какое то время ждать потому что до этого раньше мне еду давали либо за квесты либо можно было просто найти ее где то с кого то выявить там в ящиках еще где то а так у меня одна выпивка осталось и все больше ничего нет блин ну твари реально какие то прям уж очень возможно придется какой то возможно действительно придется какое то зелье против них использовать так давайте посмотрим что у нас сразу там с едой не то нажал так во первых глоссарий бестиарий что у нас тут есть на это все дело волкны дверь собака нет гибриды грифон духи призраки нет трупа еды в улю топлив нет все больше у меня никого здесь и нету так рюкзак устанавливает энергию давайте ласточку куда-нибудь переместим устанавливает здоровье здоровье вот сюда хотя бы вот а яблоко вот сюда итак ну что попытка номер два справиться с странными тварями сейчас метку поставим где у нас есть так ну где платва платва ты чё там шевелись ладно сейчас будем действует аккуратно то есть будем выманивать их арбалетом будем здесь уже по уму а то я привык что-то прям в толпу кидаюсь прыг-скок хувырк и вот вам нате доигрался так вроде бы уже близко отдохни так охранный щит ну-ка иди сюда попал но не задел особенно так ладно тихо тихо спокойно спокойно так я не люблю ими сейчас так так где мои дни миг миг слабость к огню а не хватает энергии тихо спокойно спокойно и сгорелись тихо спокойно и ласточку о другое дело тихо спокойно 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 да блин а ну идите сюда давайте давайте сейчас еще пьяного мастера будет там да что ты делаешь куда ты смотришь и что ты в хвост и эти там расслабились тихо спокойно 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 ими есть мутагены мало синий мутаген вот эти вот мутагены нужны именно где-то в алхимии я не знаю точно где так здесь еще есть трупы надо подобрать из них надо поднимать все это очень полезная вещь сразу видно насколько тварь другого уровня волкобой так ладно давайте еще выпьем и ласточку применим так вен блин тут целая пещера ох чувствую я грибу я там о какие-то сапоги подобрали кстати сапоги я не менял со времен того как вообще появился в игре не знаю как то ну не попадались они мне давайте посмотрим ну получше моих почему бы не заменить пробитие доспеха нет не скажи что что это нужно пойдем потихоньку я торопиться не буду потому что здесь пещера полная этих тварей возможно может засады какие-то будут или еще что есть жреблифы игни масло ооооооооооо отличные перчатки школы медведя вот это очень нужная вещь все эти доспехи это все можно выковать и наверняка будет прям здоровски нормально так, где мой игник ну давай, иди сюда пока что двоих вижу о, нет, уже больше эх, мать честная вас тут вот это будет тяжело вы лучше сами ко мне идите, ну вас нафиг я на вас не пойду обжигаем огнем назад, 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 назад обжигаем огнем и бьем того, кто горит видите, у меня клинок, кстати, в темноте светится, это вот как раз вот эти вот клинки из школы змеи нормально тихо сразу ласточку выкину она потихоньку восстанавливается есть, разлетелся это бежело ой, сзади сзади, 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 сзади так и дался ловушку сейчас захотят сделать, а ну давай иди сюда ну вылази оттуда ах ты зараза так, назад тихо, тихо сейчас 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 опять будет и гней будет все нормально хотя, в принципе, уже и так вот это так, собираем с них все с этих ребят надо собирать абсолютно все это все пригодится ох, чувствую здесь потом прям придется вплотную заняться прокачкой любой прокачкой здесь варили кого-то здесь трупы еще где-то были ласточка кончилась это как-то очень печально так, давайте взглянем пока в алхимию что у нас может кстати, вот мутагены вот эти, которые мы находим их как-то вот возможно можно применять здесь синий мутаген позволяет улучшить умение создать мутагенный отвар вот это, кстати, наверное интересная вещь мутагенный отвар хм, мощь знаков масло против трупоедов но ничего такого, что могло бы меня подлечить вот это печально так, давайте зайдем в рюкзак и посмотрим может что из еды появилось используемые вещи ускоряет выносливость ничего нету, все еда вся кончилась я так полагаю это далеко не последние были твари вообще темнище какая ни хрена не видно а, нет, кажется пещера все закончилась у нас о, сундук малый рунный камень здесь здесь еще один обрезки кожи пыль чертеж кайдвенский комбинезон масло против инсектоидов а, клинок метин вот это интересно так, ну вот что-то похожее так, а как наверх туда? забраться надо? руда руда и прочее и прочее надо найти здесь кузнеца я без кузнеца ничего не смогу сделать потому что пока что здесь ни торговцев, ни кузнецов нет никого все, можно отсюда выбираться погнали да, такие пещерки проблемно проходить особенно в отсутствии еды и надо узнать о, вон кстати ящик какой-то ну, ящик масло против зверей вот, и надо бы едой запастись так, куда дальше? опять трупы будем сжигать тут как бы наверху еще что наверху? я там был? неизвестное место так, трупы сжигать это только далеко куда-то давайте сюда сейчас ходим посмотрим что здесь рядышком вот куда нам сюда? немножко потерял стопографический кретинизм так ладно, идти рядом, так что пешком пойдем о, кстати может что-нибудь, может дайте еды скажешь там еда какая-нибудь о, эти шкуры и прочее, да нет, это все не дело там уже какая-то движуха, лошади какие-то лошадь, при том лошадь какая-то очень дикая не знаю, что это за лошадь это ох, ни хрена она меня пнула ладно, к лошадям мы больше не подходим новая пометка человек в виде о, опять бандиты дезертиры о, мать честная, у вас уровень более большой, ребят я вас буду долго ковырять если вообще смогу ковырять нет, не-не-не-не, аккуратно, аккуратно, аккуратно ну единственное, что я пока могу включить это, наверное, пьяного мастера тихо, спокойно, 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 ребят он колдуль, этот ублюдок колдуль ну а ты как думал? пьяном состоянии, я могу еще не то наколдовать ну давайте, идите сюда это кто? ого, бандит, на лошади и кстати, у седьмого уровня те десятого были так, ладно, с этим мы справились бляха, у меня меч один ломается давайте починим, у меня вроде там был чем починить так, чем починить, починить, починить эээ, так, починить оружие позволяет о, нормально все свое беру с собой тихо, тихо, тихо не, нормально, все нормально, нормально, сейчас раскидаем пофиг, что вы тут с хребками эх, ни хрена себе мне прилетело следующий удар меня убьет латва, ты меня спасти прибежала? ох, вот это я посяганул наверх аж дурно стало, вот это я посяганул ладно, реально, действительно, наверное, туда еще рановато идти и вообще нужно запастись едой, водой и самым нужным, потому что сейчас довольно таки все тяжело пошло как вы видите, здесь данная локация бедна на кузнеца, на продавца и на прочее, зато вот бандитов, вурдалаков, зайцев и оленей здесь просто пруд пруди и все очень сложны ну что, давайте на этом закончим мне понравилась сегодняшняя серия потому что мы с вами начинаем грибать и нас в первый раз кинули действительно в открытый, тяжелый мир это уже не та сложность, что на начальной локации ну что, спасибо всем, кто меня смотрит подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, дайте всем спасибо всем пока